Итак, дорогие друзья, давайте разберемся в некоторых мелочах. Итак, смотрите, это касаемо особенно на стыке обновления серверов. Ну, например, сейчас вот была версия 9 и вышла 10. То есть, по сути дела, Linux, у вас, допустим, стоит Python 3.6 или 3.5 в виртуальных окружениях. Вы обновляете до новой версии сервер, становится Python 3.7 и ваши сайты перестают работать. Здесь надо немножко разобраться в командах. На самом деле все просто. Смотрите, мы зачастую часто рекомендуем две команды. Sudo-upget-dict-upgrade, это команда upget, да, и apt-full-fall-upgrade. Так вот, команда dict-upgrade, она автоматом заменит пакеты на более новые, грубо говоря, может сломать сервер. Эта команда великолепная в пределах версии. То есть, когда, допустим, еще до нового выпуска далеко, и можно ей бомбить. И вот вам результат. Это тестовый сервер. Вот, была обновлена, стояла, по-моему, тут Python 3.5, наверное. Но, после обновления, сайт перестал работать. Да, почему? Потому что он и не должен работать. Если зайти, давайте зайдем сейчас, посмотрим, что у меня там было. Я давно сюда не заходил. Так, env. 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 Вот, стоял Python 3.5. То есть, системный Python 3.5. После обновления командой, как раз вышла версия 10-го ядра. То есть, теперь я проверяю версию Python по умолчанию. Раньше было 3.5, сейчас стало 3.7. Понятно. Сервер сдох, да? Что же нам делать? А давайте вот что, попробуем все-таки почитать. Ведь в справке очень хорошо написано, что обновление производить при помощи команды, сейчас покажу. Sudo apt upgrade. Без dict, без file. Disk, то есть, без file. То есть, просто, по сути дела, что должна сделать команда? Просто обновить то, что у нас установлено на более новые версии. Но не ставить что-то свое новое в систему. От чем мы даже... Обновление установленных системы пакетов. Итак, я сейчас перезагружу север. Фу, сервер. Сейчас смотрим на сервере. Вообще посмотрим... Так, пока мы ничего не видим. Было Debian 9. Так, я пока отключусь. Отлично. Видите, получилось так, что используя команду dict upgrade, я просто увидел в школе эту проблему. Я обновился до 10-й версии. Сам не желая, не зная, грубо говоря, мой сервер слетел. Почему? Потому что у меня все виртуальные окружения были на Python 3.5, то есть на Debian 9. Ставь Debian 10, мои все виртуальные окружения теперь уже не работают. Не будет работать, понятно, такая вещь, как... Не будет работать такая вещь, как в SGI также. Почему? Потому что в SGI формируется по установленной по умолчанию версии Python. На сервере она была сформирована у меня на Python 3.5. Проверяем опять сайт и ни хрена не получаем. Сервер лег по одной простой причине, потому что, не подготовив сайты, мы обновились до Debian 9, до Debian 10, не подумавши, да, что нам это сейчас надо. Хорошо, давайте вторую часть эксперимента проводить. Сейчас мы выключим сервер. Выключим сервер. Перезапустим, я пока тоже сейчас. И обновим другой командой. То есть я сейчас сознательно отгоняю. Вот вы видели мой Python, который я показывал. И восстанавливаю на предыдущую версию. Поэтому, пусть у меня сейчас виртуальная машина, но на этом моменте запоминаем. На сервере копия. То есть резервное копирование 100% должно быть. Иначе когда-то попадете в просак. И восстанавливаем. Нет, текущего состояния мне не надо. Все. Восстановлено. Перезагружаю. И запускаю. Да? Запускаю. То есть должна появиться старая версия. Смотрим. Было 10. Но сейчас уже вижу. Сейчас, секундочку. Важный момент. Да, появилась опять Debian 9. То есть сервер, который должен заработать. Итак. Через пейчаром будем делать все. Мы настраивали в школе. Теперь. Теперь. Смотрим. У нас старая версия, которая нам надо. И версия ядра. Вижу старая, которая была до этого. Сейчас пока она подумает. Так. Проверяю, как прошло восстановление. Так. Python. 3. 3.5.3. То есть все нормально. Итак. До этого я обновлял следующей командой. То есть. Sudo. Apt. Update. Sudo. Apt. Upgrade. То есть при данной команде система заменит все пакеты до более новых. Эта команда опасна на стыке. То есть сейчас 9 ушла в прошлое, стала десятка. И получается, что она у меня все пакеты с десятки сейчас будет вытаскивать. И сломает мой сервер. То есть в данной ситуации эта команда мне не подходит. Сначала я просто обновлю пакеты. Apt. Update. При этом сейчас проверим сайт. Все должно было вернуться на круги своя. Сайт заработал. То есть Django опять появилось. Все нормально. Что-то у меня с соединением. Ну ладно, я пока отключусь. И так. Я обновил. Теперь я применяю команды. Видите. Получен релиз booster. Ну, все равно сейчас я вижу, что у меня в каталогах... Сейчас я проверю. Вот что я проверю. Суршалист. Суршалист. Чтоб везде было стрейч. Да, вроде везде стрейч. Так. Так. Смотрим. Теперь проверяем. Так. Запускаем. Ну, все. Пошло. Пока я отключусь, мы потом посмотрим. В данном случае эта команда не сработала, потому что я вижу, что уже установлен Python 3.7. То есть, грубо говоря, сейчас сервер тоже будет завален. В чем же причина? В чем же причина? Я думаю, что именно причина сейчас находится в суршлистах. Поэтому пусть сервер валится. Мы сейчас просто прерываем процессы. Грубо говоря, сервер уже не будет. Но я могу отогнать, поэтому... Но... Отгонять все равно будем, поэтому... Грубо говоря, надо остановить сервер. И опять отгоняем. Восстановлено. Перезагружаем. Восстановлено. То есть, и при этой команде все равно он обновился. То есть, пусть не DBM10, но новую версию Python нам всунул. Конечно, можно там no upgrade, но нам надо цивилизованное обновление использовать. Поэтому... Потому что, если мы будем какой-то пакет обновлять, какой-то нет, мы там столько наворотим. Так, ну, видим DBM9. Пока отключусь. Я думаю, все дело в списке репозиторий. У меня был добавлен Bugsport. То есть, нам надо убрать их из списка. Оттуда я ставил... Сейчас проверим. Нас интересуют сейчас Bugsport и Testing, чтобы в репозиториях их не было. Внимательно смотрим. StretchMine, StretchMine. Я сейчас немножко раздвину и буду смотреть. Я вам подскажу туда. Ага, вот он, первый, который тройку вытянул. Новое программное обеспечение. Вижу. Вот. StretchBugSpot. Комментируем. Дальше смотрим. И вот еще один ядро. Еще раз просматриваем. То есть, тестинг... Вот на срезе версии, да, тестинг и багпортс нам надо закомментировать. Так, теперь... Обновим. Так... Смотрим. Угу. Блядь. Ой, извините. Сейчас я посмотрю сам. В данном случае получается тоже в SurgeList. Смотрите. Просто каталог... То есть, репозиторий Stable, да, то есть стабильный. Там уже получается бустер, то есть десятый, десятая версия. Получается, нам надо опять почистить, оставить все, где Stretch, да. То есть, опять открываем SurgeList. И опять просматриваем. Stretch, Stretch. Stretch, Stretch. Так, смотрим. Так, что нам надо. Сейчас я кое-что проверю. Итак, я полностью очистил SurgeList. Нашел справку Debian 9. И сначала внесу изменения в файл только Debian Stretch. Мы здесь не дописываем сейчас Contrib Non-Fra, то есть только ядро Debian. Я имею в виду, вот дальше, если записать Contrib Non-Fra, то есть будет еще обновление не свободного. Итак, у нас только Debian Stretch. Запоминаем. И обновляем. Отлично. В данном случае у нас не написало, что получен релиз версии 10, да. То есть может быть обновлено 15 пакетов. Обновляем. Теперь уже смело можно, наверное, обновить. И старый, ну попробуем командой Upgrade просто. Проверяем. Так. Видим, обновляется новое ядро. Так, проверяем наш сервер, кстати. Сайт наш. Потом проверим, все работает. Пока. Так, 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 так. Проверяем. После обновления нам надо проверить версию Python. Ну, я не видел, чтобы она сейчас обновлялась. Но, как говорится, береженого бог бережет. Всегда тестируйте сначала. То есть я вот эти репозитории сейчас добавляю сюда, да. То есть Дебиан встреч, только официалка. Так. Так. Здесь у нас понятно. Так, пока отключусь, пусть обновляется. В данном случае проверяем. Три-пять остался. Перезагрузим сервер. Пока отключусь, войду. Так, вошел. Сайт сервер продолжил работать. Теперь проверим еще одну вещь. Ну, во-первых, теперь уже можно действительно использовать опять команду dict-upgrade. Я думаю, что все зависело от update и dict-upgrade. Уже можно использовать, да. Мы выяснили, что она не так уж и страшна. Сейчас смотрим. Да, действительно. Нового нам ничего не предложило. То есть все дело в репозиториях. Но нам еще надо один тест. Нам, у нас же есть и несвободное программное обеспечение. Когда сервер загрузился, мы увидели, что осталось не 10, а дебиан 9. Вторые репозитории. То есть, по сути дела, к mine добавляем contrib non-fra. То есть, грубо говоря, чтобы дать возможность обновляться несвободному программному обеспечению. Открываем search list. Копируем contrib non-fra. И надо убедиться. Так, все. Сохраняем. Сначала запускаем команду update. Нам надо, чтобы другая версия... Так. Ничего, да, нам не показалось, что со следующей версии пакеты залезли. Значит, теперь можно спокойно обновлять. Ну, у нас тут написано... Теперь можно ввести комплексную команду. Почиститься. Если есть, удалить. При помощи... Uptight этой команды. Старые файлы конфигурации. И обязательно давайте все-таки запустим, проверим. Как говорится, оно то не будет. Да, но я бы все равно проверяю. Если вдруг чего-то я там не досмотрел. Установить. Какие-то зависимости, которые не установились. И обновлю файл графа. Отлично. Итак, в данном случае мы сможем устанавливать все программное обеспечение с DBAN 9. Ведь в данном случае нам не надо переходить. Потому что я же сказал, что мы с вами смотрели в начале, что виртуальное окружение Python 3.5. Вот, ENV. Вот, 3.5. А он в этот бустер нам всунет Python 3.7. И система сайта не готова. То есть, по сути дела, мы можем обновляться в будущем на DBAN 10. Но при этом обязательно найдите инструкцию. Там есть обновление 9 на 10. Да? Это первое. Но при этом вы четко должны понимать, что у вас должны быть версии Django, допустим, для сайтов, которые потянут. Потому что, допустим, если у вас стоит еще сайт там версии 1.8, то 3.7 Python он не предназначен. Поэтому очень внимательно будьте. Ну а так мы достигли своей цели. То есть, мы можем дальше устанавливать программное обеспечение для DBAN встреч. При этом не бояться. Все дело было в Суржилист. Потому что в школе заметил, что ребята начинают по случайности своей обновляться до DBAN 10. При этом даже не сознавая. Ну и, само собой, ребят, вот вышло DBAN 10. Ну не надо, или там потом выйдет 11. Не надо бежать на нее. Подождите вы годик-полтора. Пусть там все утрясется. Вот. Тогда уже можно обновляться с DBAN 10. Но при этом очень четко учитывайте, что у вас сайты готовы к переходу. А нет, так работайте с DBAN 9. Ничего плохого в этом не будет. И так и далее. Вы понимаете? То есть нам главная стабильность. Ну думаю, это видео будет полезно для всех. Я сейчас выключу, подумаю, чего я еще не сказал. Да. Все будет в описании видео. И, ребят, ну всегда так. Добавили в репозиторий какой-то, да. Сначала просто запускайте команду update. Не надо о общую, допустим, так, чтобы оно пошло обновляться. Да, понимаете? То есть посмотрели, что оно вам там не пишет нечто, что получены другие репозитории. И подмечаем, да. То есть, так как, допустим, в данный момент стабильный остался DBAN 10, то если мы добавляем репозиторий в стабл, да, в стабл, то оно вытянет и десятку, как мы увидели с вами заранее, да. Ну прошлись по этому. Вроде бы и все хотел, что сказать, то сказал. Ну все, ребят. Да, я сказал же, да, что будет в описании видео команда, которую я вводил и сам принцип. Все, спасибо.